Весенний-летний период всегда несет с собой увеличение трафика на дорогах Славянского района. В это время вопросы дорожной безопасности выходят на первый план. Ведь жителям города и поселения, особенно расположенных вдоль трасс, в плотном потоке машин предстоит провести около полугода. Тема готовности дорог к сезону и безопасности детей на проезжей части была главной на комиссии, прошедшей в районной администрации. Комиссию по безопасности дорожного движения возглавляет заместитель главы Славянского района, начальник управления жизнеобеспечения транспортной связи Александр Бельдиёв. Для участия в ней были приглашены главы поселений района, представители отрасли образования и госавтоинспекции. Главы поселения читались, что сейчас на территории населённых пунктов начинаются работы по обновлению дорожной разметки, и до мая она будет обновлена. Основным же обсуждаемым вопросом комиссии стало обеспечение дорожной безопасности детей и подростков. По данным ГИБДД, за три месяца 2019 года на территории Славянского района произошло семь ДТП с участием детей до 16 лет. В одном из них ребёнок являлся пешеходом в шести пассажирами. Рост по сравнению к прошлому году составил 50%. Сотрудники дорожной инспекции регулярно проводят акции в школах района, и сами учащиеся уже хорошо понимают важность внимания на дороге. Но вот статистика, которую показала проведение оперативно-профилактических акций, направленных на обеспечение безопасности детей и пассажиров, не радует. По данному направлению проходило 13 профилактических мероприятий. Это также декады безопасности, юный пешеход, пристенители, не очень много. Из всего этого за три месяца сотрудниками ДПС и ГИБДД выявлено 100 административных правонарушений. Методично организованная работа с детьми даёт результат. Но стоит помнить и о том, что водительская культура в не меньшей степени влияет на безаварийность движения. Так, по данным управления образования, самым травматично опасным является переход в районе 4-й школы. За этот год там зафиксировано 4 неотчётных ДТП с детьми-пешеходами. Всегда виной являются всё-таки водители, взрослые люди, которые также являются родителями чьих-то детей. И проводя профилактическую работу, мы в первую очередь сейчас пытаемся всё-таки делить это направление. С одной стороны у нас дети, где они массово загружены, начиная от профилактических акций, их на самом деле 13, они у нас в течение года расписаны. И всё-таки пытаемся в большей степени в последнее время охватывать родительскую, общественную, родительскую категорию. Потому что дети, они всегда под присмотром в большей степени, они в школе. Детей-малышей у нас возле школ до сих пор переводят педагоги, когда заканчивается, кто-то, например, родителей не забирает. То родители, ну, наверное, всё-таки стоит им рассказывать об этом много, часто и показывать примерами. Ежегодно Управление образования проводит большое родительское собрание при главе района по вопросам дорожной безопасности детей. И стоит отметить, реальные примеры оказывают на родителей большое влияние. В этом году Управление выступает с предложением организовать подобные собрания и во всех поселениях, чтобы заострить внимание взрослых на том, что от их поведения на дороге, как пешеходов и водителей, зависит жизнь детей. Мария Климова, Игорь Ванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова